народ всем привет вы давно ждали этого обзора я вам обещал показать два севера один завода и другой от жуков гараж с переделками и тюнингом ну что с какого начнем я думаю давайте начнем с базы дабы потом было с чем сравнивать пойдем вот так машина выглядит снаружи колеса трон 16 1650 на 570 реальный размер у него чуть больше собственно это тот вездеход который вы уже видели на которой мы уже ездили и делали такой мини обзор на ходу его вот так вот ребят будет приборная панель вот такой салон это то что вы получаете от производителя производство достаточно гибкая и каждая машина несколько отличается от другой в лучшую сторону такой спартанский вариант фанера металл окрашены в военные цвета очень просто очень все так по спартански нет центрального рундука и можно встать практически в полный рост вот я ростом метров семьдесят восемь может стоптался немножко уже вот такой проем для экспедиции я думаю можно сюда вставить бак вставку сварить из нержи и оставить место чтобы встать можно было ногами думаю литров 150 сюда зайдет спокойно это не считая внутри выключатель все по-домашнему уютно петельки болтики собственно этого заводское исполнение как он идет с завода нехитрая и незамысловато чуть позже мы заглянем моторный отсек установлен люк то есть видно что отделкой производитель не сильно жалует и упор делает не на это если у вас остаются какие-то еще вопросы по вездеходу север задавайте их комментариях позже мы сделаем какой-то выпуск и дадим пояснения узнав их у производителя либо у пользователей данного вездехода в общем все охватить невозможно может быть вам интересен какой-то еще параметр вездехода пожалуйста задавайте ваши вопросы здесь установка такая ручка зверка подмялась но смотрите при выгибах чё становится заклепками они вылетают при ударах также у нас происходит собственно вот такая вот машина ну что ж мы в принципе посмотрели базовую версию вездехода и теперь я хочу вам показать машину которая вы вышла из жуков гаража сегодня ее будут забирать итак давайте пройдемся начнем с того что установлены противотуманки rigid очень хороший свет у нас на беляше такой стоит мне он нравится габариты поворот и в базе их нет далее ручки на кабине на них удобно за них удобно либо держаться либо на них сидеть там ловить рыбу камеры бокового обзора задний свет rigid задняя камера задний рабочий свет ну видно да идет багажник установлен сейчас я туда еще заберусь система robs далее у нас присутствует тренировка и вот такая вот защелка задней двери открываем а забыл показать установлен фаркоп стандартный квадрат не накладка глупая на бампер а нормальный квадрат вот так выглядит багажник также в нем предусмотрена возможность открытия люка сделаны уже правильные крючочки для фиксации груза итак давайте перейдем в салон стоят правильные огнетушители аэрозольные сеточки для крепления грузов багажные отсеки здесь в севере это используется как багажный отсек спальное место вот здесь вот раскладывается шторки на окна утепляющее что очень немаловажно сделана розетка 220 вольт прикуриватель подсветка салона здесь же вынесена датчик угарного газа стоит музыкальные колонки огнетушителей здесь вообще немало походу хозяин вездехода уже горел здесь стоят москитные сетки если там была сетка утепляющие то здесь стоит сетка москитная то есть можно по своему желанию поставить ли такую или такую и открыв окно спокойно ночевать не боясь того что вам залетят в салон насекомые здесь установлено две автономки одна стоит здесь другая на кабину вот выход одной вебасты для обогрева кабины установлена своя вебаста система молли расположена под потолком очень удачно сюда навешивать всякие сумочки прочие аксессуары под молли что также удобно для использования вот это является спальным местом то есть весь багаж у вас лежит вот он кстати багаж вот он мой багаж вот он весь складывается сюда и сюда по бортам а это спальное место то есть вам не надо багаж постоянно перекидывать с места на место нет такой необходимости так еще один газоанализатор прям тут решили совсем это самое перебдеть также на люке у нас присутствует москитная сетка на липучках здесь такая же ниша присутствует которую можно загрузить грузом либо использовать как место для топлива или еще как-то по усмотрению владельца кольца грузовые для крепления каких-то габаритных тяжелых грузов установлены так вот здесь что такое интересно что это за лючок ребят здесь да я забыл сказать здесь сделана система которая позволяет засунуть сюда консервы их прогреть от двигателя от тепла которое выходит из двигателя закрыли за полчасика до еды погрели и радостно и счастливо покушали вот так делаются здесь спальные места то есть вот так откидывается спальное место в принципе здесь можно спокойно ночевать втроем а сильно знакомым вчетвером два человека здесь ложатся и у каждого здесь по бокам спальное место еще свое удобно удобно мне нравится удобно мне нравится работает фибаста дверь в севере как я уже говорил открывается в бок с одной стороны это не очень удобно когда колеса накачаны залазить вылазить из вездехода но когда вы в болоте и вам надо открыть дверь это делать достаточно интересно доработана ручка на окне сделана вот такая панель помните да заводскую панель то есть теперь у вездехода появился оверхед специально разработанный для этой машины давайте пробежимся по панели свет ближний дальний противотуманки люстра и угловой свет то есть здесь свет еще есть такой полуповернутый не боковое не передний полуповернутый боковой свет задний свет температура топлива моточасы время даже есть камера заднего вида радиостанция магнитола габарит подогрев стекла лобовое стекло с подогревом днищевая помпа свет в салоне и свет в кабине назначение этих клавиш я не знаю но может они сделаны как запасные температура салоне 28 и 5 мне жарко честно говоря окна притонированы не знаю хорошо это или плохо ночью и так ничего не видно но это уже по желанию хозяина громкая связь для телефона здесь появились кармашки кстати для мелочей всяческих очень удобно опять огнетушители вывод под 220 usb зарядничек и 12 вольт прикуриваете такие вот полочки варечка старт педальный узел остался без а ребят здесь смотрите что еще интересно я себе на вездеход тоже такую хочу кстати штуку вот здесь есть ручник ну ручник не принудительный вот здесь который стоит да которые отдельно отдельно жмёт суппорт какой-то а здесь на рычагах видите вы можете вот так вот отжать рычаги они у вас останутся в таком положении это очень удобно это очень сильный ручник потом нажали сверху и рычаги отпустились вот таким образом установлена тангента под радиостанцию сейчас по по желанию заказчика вот так вот она будет изменен угол мне все-таки более удобно на ретракторе когда ты вообще не глядя просто отпустил тангенту и все взял поговорил что-то сказал надо потратить какое-то ну это может быть мышечная память привыкнешь к тому что надо возвращать именно в это место либо чуть больше металлическую площадку сделать но мне удобнее на ретракторе поговорил и отпустил не глядя прям раз она вернулась на место на свое я кстати сейчас таких ретракторов урвал несколько штук установлен телефон nokia nokia 6090 это на двух симках вот здесь также полочки подлоконечки прикуриватель есть кармашки анатомическое сиденье стоит честно говоря я не знаю хочется мне такое сиденье или не хочется я не пойму здесь коробка уже 6 ступка установлено ребят здесь организовано следующим образом вот мы открыли колеса ну и далее перекрываем заслонку то есть таким образом мы же ближайшее время уже на шерпе реализуем подкачку одной кнопкой то есть вверх нажал накачал вниз спустил все у нас уже все для этого готово в принципе и осталось только реализовать это сиденье со складной спинкой еще понять как это спинка здесь складывается честно говоря я не знаю но она складывается вот сюда вот складывается это сиденье высокая установлена ура 400 мы уже от этой системы ушли от системы ура 400 у нас один аккумулятор и супер конденсатор который отвечает только за запуск вездехода ну тут кому что нравится опять же в общем вот такая вот интересная машина получилась сейчас мы перейдем посмотрим внутрянку у базовой модели и потом сделаем замеры по шуму и по вибрациям на этой машине и на машине с завода я сейчас нахожусь в базовом вездеходе ну собственно они ничем не отличаются переделки трансмиссии переделки не коснулись вот так выглядит трансмиссии изнутри ну это примерно задний привод редуктора здесь редукторы от газ 71 стоят которые ходят верой и правдой достаточно подолгу вот эти цепи закрываются вот такими щитками вот в принципе здесь видно как это цепь закрывает два болта за счет этого нету вот этой вот грязи которая разливается по всему днищу здесь как бы ванночка сделана собственно видите да смазка используется липкая цепи раздружены и мажутся достаточно редко вот так вот установлен натяжитель он пружинный ребят я несколько оговорился это не натяжителя успокоитель цепи это у нас сапун редуктора выведен внутрь здесь находится бак под соляру объемом он 120 литров в принципе это два шерповских бака что очень неплохо я думаю должно хватать километров на 200 200-300 в зависимости от сложности движения интересно расположен воздушный фильтр я бы его все-таки вынес куда-нибудь в трусы потому что здесь он все-таки должен подшумливать моторным гул создавать возможно его я и слышу когда вездеход едет именно это и сделали Жуков в гараже на тюнинге видите здесь рейки установлены вот они все снимаются эти рейки и можно все обслуживать вот так выглядит карданная передача здесь нет короткой цепи и здесь полностью стоит ГП от ГАЗ-71 с тормозными лентами и с прочими атрибутами цепи скр здесь стоят далее вперед я вам ничего не покажу потому что там не разобрано собственно показывать особо нечего кубота вот так вот организована вентиляция просто надежно кстати запасной кардан стоит видать используется в зипе говорят эту проблему тоже уже решили что ж вот такая вот машина мне нравится все просто как калашник в принципе такие запчасти есть они не оригинальные коробка стоит от дастера здесь еще коробка от девятки стоит это старая моделька в новой модельке стоит коробка от дастера вот в этом в тюнингом вездеходе уже дастерская коробка шестиступка сейчас мы прокатимся на обоих вездеходах на вездеходе базе на вездеходе после тюнинга после шумоизоляции и замерим уровень шума который собственно больше всего меня и напрягал ребят ну вот мы забрались в базовую машину и сейчас посмотрим что у нее со звуком сделаем замеры и вибро замер 30 достаточно максимально 99,7 децибел ну многовато для незащищенного слуха и уха скорость 30 км в час разгонялись мы до 40 км в час правда под горочку теперь мы пересаживаем себя в вездеход который вышел из ворот жуков гаража и посмотрим какой результат покажет нам тюнинг шумоизоляция в час в час в час держи скажем шумоизоляция загадочная движка прежде и м Тише гораздо комфортнее ушам. Ну что ж, давайте замерим теперь с разгоном после шумоизоляции. Тридцать километров в час. Гораздо комфортнее стало, нету давления на уши, низкого звука. Вот и владелец вездехода говорит, что стало комфортнее. Результат есть. Я бы это сравнил уже даже с шерпом, наверное. Не напрягает так слух. Вибрации мы замерять не будем, потому что виброизоляция не делалась и смысла этого делать нет. Нам более интересно был звук. Результат есть. Ну что ж, я надеюсь, вот такой вот обзор вездеходов север пришелся вам по душе. Я напоминаю, если у вас остались какие-то вопросы, невозможно все объять в этом обзоре. Пишите их. Мы их зададим либо производителям, либо реальным пользователям вездехода Север. И расскажем вам в подведениях итогов. Всего хорошего. До новых встреч. Пока. Большое спасибо за просмотр. Если вы хотите увидеть еще какой-то обзор, пишите производителям, пусть выходит на нас, и мы его обязательно сделаем. Совершенно бесплатно. Главное, пусть не боятся. Мы покажем все как есть. До новых встреч. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok